Граждане отдыхающие, не забываем соблюдать меры безопасности на воде. За буйки не забываем, следим за детьми. Насладиться купанием в чистой реке, позагорать на солнце, поиграть в пляжный волейбол или просто понаблюдать за красивыми видами – любимое занятие брещан в это жаркое лето. Брещане, которые заботятся о своем здоровье, выбирают соблюдать правила безопасности и предпочитают выбирать общественные пляжи. Но что делать, когда люди не слушают предупреждения и рискуют своей жизнью, купаясь в запрещенных местах? Тогда о правилах поведения на воде жителям города напоминают сотрудники УВД и СВОД, рассказывая отдыхающим про правила безопасного нахождения вблизи водоемов и обращая особое внимание родителей на безопасное поведение при купании с детьми. Сегодня все заинтересованные службы нашей области – это Брестско-областная организация в нашем лице, УВД, сотрудники охраны правопорядка проведут массовые рейды по местам, запрещенным для купания. Такая ситуация вызывает необходимость в связи с этой аномальной жарой, которая у нас складывается сейчас в Беларуси. Огромное количество людей потянулось к водоемам и мы видим, что статистика, к сожалению, у нас пошла печально вверх. Это значит, что мы должны все принимать меры для того, чтобы снизить вероятность гибели людей на водоемах. По статистике, основными причинами гибели на воде становятся купание в запрещенных местах, употребление спиртных напитков вблизи водоемов и недостаточное внимание родителей за детьми. Сотрудники освод всегда напоминают о трех золотых правилах безопасного купания, соблюдение которых поможет предотвратить трагедии и сделать летний отдых безопасным и приятным. К сожалению, некоторые граждане не соблюдают правила безопасности на воде, и несоблюдение этих элементарных правил приводит к гибели людей. Мы всегда говорим, что есть три золотых правила. Это купание в разрешенных местах, где дежурят спасатели, это не оставление малолетних детей без присмотра, дети должны быть в шаговой доступности, и не употреблять спиртные напитки при купании. Помните, что разрешенные для купания места всегда обозначаются информационной табличкой или указателем, а также на месте всегда присутствуют спасатели. В нашем городе одним из таких мест является так называемое Брестское море, на котором после реконструкции можно увидеть песчаные пляжи, уютные зоны для отдыха, зонты от солнца, но главное – чистый и безопасный берег. Мы выбрали этот пляж, потому что он очень хорошо оборудован, мы о нем раньше много слышали, поэтому решили сюда приехать. Здесь с детьми комфортно проводить время, и в то же время очень важно, что и безопасно, потому что, опять же, наблюдают специалисты, все меры предосторожности соблюдены. Если кто-то пытается купаться на матрасе, то сразу объявляют, что на матрасе плавать запрещено. Ну и мы сядем здесь, чувствуем комфорт и безопасность. Начнем с того, что мы живем здесь недалеко, и очень нравится после благоустройства. Мне кажется, для деток здесь просто чудесно. Очень стало все цивильно. Единственное, что парковка стала меньше. Вот это как-то немножечко так… И вы знаете, несколько раз мы приезжали, и очень сложно было выехать. Вот это проблема, потому что машины паркуются в два ряда, и трудно было выехать и заехать, и выехать. Не знаю, как сегодня вечером мы посмотрим, а вообще как бы не хватает бара, чтобы водички попить. Ну а так, видите, и лежаки, и зонтики, и все для людей. Также в рамках рейдов сотрудники Управления внутренних дел уделяют особое внимание безопасности на дороге, превышению скорости, неправильной парковки и состоянию водителей при управлении автомобилем. Напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи водоемов. Сотрудники органов внутренних дел задействуют на ряды патрульно-постовой службы милиции в местах массового отдыха граждан. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции усилят контроль на дорогах в рамках проведенной акции. Сновной акцент внимания осуществляется на соблюдении водителями правил дорожного движения, а также скоростного режима. На ряды несущие службу проводят профилактические беседы с гражданами, разняя ответственность за купание в запрещенных местах, а также о последствиях, которые могут возникнуть при нарушении правил. Главная цель – донести до граждан, что соблюдение правил безопасности может спасти их жизнь. Правоохранители подчеркивают, что безопасность на водоемах и дорогах должна быть приоритетом для каждого гражданина и призывают соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить жизнь себе и своим близким. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.